Всем привет! Это дневной выпуск новостей на канале Брэкфаст Шоу. Сегодня 25 сентября. Меня зовут Юлия Панкратова. И сейчас кратко о главных темах этого выпуска. А вы пока поставьте лайки. Поддержка Украины не прекратится. Президент США выступил на Генассамблее ООН. VPN под угрозой. Apple удаляет популярное приложение из российского App Store быстрее, чем это требует Роскомнадзор. Учебу, спрессовать, языки не учить. Школам сотрудничать с МВД и ФСИН. Актуальные новости российского образования в сентябре. Сегодня ночью Россия, как и много ночей подряд, нанесла удары по нескольким украинским регионам. Всего по стране было нанесено 397 ударов. Несколько авиабомб были направлены на Запорожье. Удар пришелся по жилым домам. Там ранено 7 человек. А накануне под атаку попали жилые районы Харькова. По данным властей, в результате по меньшей мере 3 человека погибли и 34 пострадали. В киевском районе города в результате удара обрушились несколько этажей девятиэтажного дома. Там погиб один человек. И этот дом уже был поврежден в начале вторжения. И вот снова удар. Накануне президент Украины выступил в Совете безопасности ООН. Владимир Зеленский рассказал о том, как он видит переговоры об окончании войны. Основная мысль Зеленского заключалась в том, что война может закончиться только на основе предложенной им формулы мира. Эту формулу Москва отвергает и даже многие сочувствующие Украине комментаторы на Западе порой считают ее максималистской. Зеленский подчеркнул, что его предложения основываются на уставе ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензе сидел напротив Зеленского на протяжении всего выступления и скроллил ленту. Практически так же вела себя российская делегация при выступлении на Генассамблее ООН президента США Джо Байдена, особенно когда он говорил о войне в Украине. Это было последнее выступление Байдена на таком уровне в качестве главы государства. Значительная часть его речи была посвящена конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине. Байден заявил, что Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину. Байден заявил, что Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину. И Джо Байден приедет в Германию, чтобы обсудить с Шольцем, Макроном и Стармером дальнейшую поддержку Украины. Об этом пишет Шпигель. Визит начнется уже 10 октября. Президент США пробудет в стране три дня. В Берлине он встретится с канцлером Шольцем. Вместе с Байденом в Германию прилетят президент Франции и премьер-министр Великобритании. Встреча в формате четверки будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Правда, официального подтверждения этой информации пока нет. К российским новостям заместитель по делам СВО. Есть теперь у муфтия Татарстана. Должность получил Мансур Джалилетзин, имам старейшей мечети Казани. Он будет заниматься, цитата, поддержкой участников СВО и членов их семей. В заявлении Духовного управления мусульман говорится, что нововведение необходимо для, цитата, «повышения эффективности поддержки солдата и их родственников». Пятый по счету зам будет курировать отправку грузов в зону боевых действий. А в самой мечети одними из первых в Татарстане организовали выпуск коммуниции для фронта, например, маскировочных сетей. Компания Apple удалила более 80 VPN-предложений из российского App Store. Об этом пишет Роскомсвобода со ссылкой на исследование проекта Great Fire. Выяснилось, что Apple удалила 60 VPN-предложений из российской App Store с июля по сентябрь этого года. При этом Роскомнадзор 4 июля заявил, что потребовал заблокировать только 25 приложений. Направляло ли ведомство аналогичные запросы после этого, неизвестно. Григорий Бакунов о неприятной тенденции и методах спасения. В 2021 году было удалено по всему миру 400 приложений. Сейчас одновременно удалено 80 по запросам властей в России. Больше 80, на самом деле. 80 это то, что быстро нашли. Что это значит? Это значит, что пришел такой запрос от какой-то очередной жандармерии вроде Роскомнадзора, что ребята, давайте удаляйте эти приложения, нарушают российское законодательство. Apple теперь не разбирается, по каким причинам нарушено российское законодательство и просто спокойно удаляет эти приложения. Есть ли в этом что-то большое? Ну, оно большое не для Apple, оно большое для людей, находящихся в России, пытающихся получить информацию, которая не совсем соответствует общей государственной политике. Тут важно заметить, что у большинства вот этих сервисов VPN, которые были удалены, есть возможность также подключиться к их VPN-серверам не через их приложения, а через разные так называемые официальные приложения самого VPN. Например, во многих случаях сейчас используется в качестве так называемого протокола системы WireGuard. Можно поставить приложение WireGuard и настроить в нем доступ к вашему VPN-сервису. Это сложнее, но это, тем не менее, позволит вам так или иначе получать доступ к более, наверное, разносторонней поданной информации, прошу прощения, в том числе, например, к YouTube. Конечно, ситуация, на самом деле, очень тяжелая, и я не понимаю, где еще сейчас, кроме Телеграма, есть хоть какой-то относительно негосударственный взгляд на события в мире. Поэтому с VPN-ами вот такая грустная история. Ну и в качестве слабого утешения могу сообщить лишь то, что сегодня TikTok заблокировал аккаунт пропагандистского канала Реа Новости на фоне новых санкций США. Вот какая-то польза от TikTok. Ну и к новостям образования, российского образования. Сентябрь подходит к концу. Подводим итоги. Владимир Мединский назвал непозволительной роскошью 11-летнее обучение в школе. По мнению помощника Путина, срок обучения в школах может сократиться, чтобы подростки раньше приступили к профориентации. Как считает Мединский, образование должно быть спрессовано, и тогда молодые люди быстрее вступят в настоящую жизнь. Мединский добавил, что 5-6-летнее обучение в вузах тоже должно остаться в прошлом. По его словам, все образование должно быть рассчитано на 10 лет, а те, кто не смогут переучиться, просто будут неконкурентно способными. А Миноборнауки планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Это следует из проекта министерства, который недавно опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Теперь для поступления на данное направление предусмотрено ЕГЭ по математике и русскому, это обязательные, а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза. Иностранных языков теперь не будет. А вот в школе Бурятии появился полицейский класс. Детей будут учить МВД, Росгвардии, ФСИН. Класс открыли в школе поселка Багдарин. На опубликованных фотографиях силовики показывают детям, как пользоваться автоматом и дубинкой. Отмечается, что программа профориентации начнется для детей со второго класса. Странно, что не с первого. Директор школы сказала, что правоохранительные структуры сами обращаются в учебные заведения с предложениями о сотрудничестве. Школа заключила договоры не только с полицией, но и с Росгвардией и ФСИН. И таковы главные новости к этому часу. Берегите своих детей от такого образования. Спасибо вам за лайки. И встретимся уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok